Время талантов Но когда мы с вами последний раз виделись, прошел примерно месяц, и ситуация очень сильно изменилась. Вот давайте мы сегодня поговорим о том, как управлять талантами в кризисной ситуации. Вот сейчас реально кризис. Никто не знает, что будет в экономике. Есть предощущения, ожидания, что наступили какие-то очень сложные времена. Удаленная работа, карантины, падение продаж во многих отраслях, падение производства. И вот очень сильно выросла тревожность у людей. Вот реально прямо это ощущается. Что будет завтра? Уже люди не думают о том, какой там мы смузи закажем или в какой ресторан сходим. Уже многие начинают думать, а как вообще мы? Мы сможем ли мы вообще сохранить свой привычный уровень потребления? Или хотя бы чуть ниже? И что будет дальше? Никто ничего не знает. А при этом у лидеров, у руководителей компаний, у владельцев компаний перед ними встают задачи, возникают задачи. И как в этой ситуации управлять теми же самыми талантами, сотрудниками, эффективностью? И ведь мы забыли, потому что прошло довольно много лет хорошей жизни. Вот такое длинное вступление. Что думаете по ситуации? Кстати, вот в вашем выступлении очень много есть намеков на ответы. Да, да, да. То есть, как будто вы мне прям подсказываете, но мне так прям кажется. Вот. Но давайте, да, я начну. Ну, во-первых, действительно видно, что владельцы бизнесов, руководство находятся под большим давлением. Потому что угроза, она явно есть. У кого-то она прямо сейчас в полный рост. Потому что остановились платежи, и это просто катастрофа какая-то. Да, вот для нашего бизнеса это вроде незаметно. Вот я сейчас смотрю. Для IT. Да, ну для IT. Для IT. Ну, мне кажется, для IT в целом, скорее всего, да. Но вот я посмотрю по своим клиентам. В сфере услуг большое правило. Пока клиенты не испытали. У меня финансовый сектор в основном, да. То есть, банк, страховая компания. То есть, они еще не испытали давление на свой бизнес. То есть, он это попозже придет. И там деньги тоже начнут заканчиваться. Поэтому пока своих планов особо менять не готовы. В ближайшее время, там, это месяц, два, три, да. Предвидеть, я, конечно, должен. Потому что есть мировой кризис, там, еще что-то, да. Я понимаю, что к этому тоже надо готовиться. Но в целом, они не готовы менять. И планы идут. Ну, задержки все равно происходят. Потому что кто-то переходит на удаленную работу. Потому что IT у нас не только с нашей стороны. Оно же в банках тоже IT. Мы тоже с ним активно взаимодействуем. Не только с бизнесом. Поэтому вот эта вся история происходит. Вот. И у них изменение эффективности тоже происходит. Вот, например, Греф выступал, по-моему, неделю назад. И он сказал, да, что мы, там, половину людей в IT-секторе отправляем по домам на онлайнную работу, да. То есть, с другой стороны, при этом ожидаем, ну, фактически я своими словами говорю, падение эффективности. В том смысле, что на продакшн новые версии продуктов выпускать не собираемся. Ближайшие, там, 2-3 месяца. Да. Это скажется как-то дальше на рынке, наверное, скажется, да. Потому что мне вот очень интересно, как это скажется, к примеру, на компаниях, которые заходят за рамками Сбера. Потому что очень много компаний, которые поставляют ресурсы, да, или там проектные компании, или ресурсные компании. То есть, они сидят на каких-то там направлениях, да, что-то там делают. Вот, а сейчас, собственно, эффективность банка признается, что она упадет. Как следствие, задачи ставить будут меньше. Вот, и поддержат партнерскую сеть и Греф, или не поддержат. Мне показалось по его выступлению, что он не собирается этого сделать. Вот, это будет большой удар по рынку. Вот, а забегая вперед немножко, хочу сказать, а правильно было бы поведение, которые потом, потому что потом кризис когда-то закончится, и будут себе подводить итоги, и выстраивать отношения, да. Было правильно бы поддержать, он же может это себе позволить. Ну, смотрите как, если мы говорим про лидеров конкретных компаний, как они могут повлиять на своих поставщиков или на ситуацию в целом? Очень мало, как могут повлиять, но зато они должны повлиять на себя и на своих сотрудников. Если они предвидят вот такие ситуации, вот что им делать? К чему готовиться? Да, ну, первое, готовиться к потере эффективности, в любом случае. Вот Греф в этом смысле прав, эффективность будет падать. То есть надо прямо на это смотреть? Да, по двум причинам, конечно, да, по двум причинам. Надо пытаться уменьшать эти потери, но они будут по двум причинам. Потому что если мы меняем подходы к работе, а мы их сильно меняем, потому что весь IT-рынок людей может и делает это сейчас прямо активно. Вон, вчера Zoom, это вот платформа для конференций онлайновых, ну, там за неделю она взлетела, все же падают, да. Она там летит, потому что все стали этим пользоваться, это очень активно, да, по всему миру. Вот, и мы тоже, да, переводим там до половины сотрудников на работу, те, кого можем, конечно, из дома, да. А у людей же навыка нету. Самодисциплина, самоуправление. Не было навыка, да. Конечно, конечно. Не было, да. Это раз, да. Второе, вот вы правильно сказали вот в первой своей преамбуле, да, что люди находятся под стрессом некоторым, то есть не понимают, то есть если раньше им как будущее оказалось там радужным и хорошим, да, особенно в нашем сфере, где спрос точно был больше, чем предложение, да, то есть и толковые люди точно всегда себя нашли в работе, и могут рост там и прочее. И, кстати, это зачастую является даже большей угрозой для эффективности, чем неотработанные бизнес-процессы, которые связаны с переводом в другую форму деятельности, потому что люди тревожатся, эта тревога мешает им сосредоточиться на прямой деятельности. Конечно, конечно, мы сейчас к этому вернемся, да. Ну, поэтому вот оно будет, ну, и ответы-то очень простые там. Первое, если по первому пункту надо быстрее учиться работать эффективно при других вот условиях, да, ну, к примеру... Это привычная задача. К примеру, да, ну, она как-то привычная, ну, как привычная, но вот мы, понимаете, если мы работали в Adjail, и мы ориентировались на контроль результатов, мы делали это раз в неделю, раз в две недели, вот АКР, да, Objective Results, непосредственно вот эти спринты там двухнедельные, да, вот эта вся история, она по контролю результатов, ориентирована на контроль, но раз в неделю, раз в две недели. А сейчас вот мы, допустим, просто осознанно переходим на ежедневный контроль результатов. Ну, смотрите, я не про это. Не про это, возвращайтесь к людям. Смотрите, бизнес-процессы, смена бизнес-процессов для менеджмента, задача привычная. То есть нужно заменить один бизнес-процесс другим бизнес-процессом. Да, это займёт какое-то время, какие-то силы. Мы это, слышите, делают каждый день. Сейчас изменилось другое, да, сейчас сами люди, да. Хорошо, возвращаемся, давайте. Тогда открываем пирамиду Маслова. Кто там помнит, в ней сколько-то уровней. Сам Маслова эти уровни не рисовал, да. Но после него там некий Гейсберг сказал, да, вот некоторую идею родил, что первые три уровня – это гигиена, да. Безопасность, выживание. Она не влияет на мотивацию, на вовлечённость, на эффективность, на всё. Вот она не влияет, да. А первое, да, действительно, это физиологический уровень, потом безопасность, потом там уровень общения, да. Вот это просто должно быть. Вот, и мы действительно находились в условиях, там, долго, там, ну, лет 20 точно находились в условиях, где вот эти вот вещи, они пробивались не сильно для людей. Да, а кризис – это та ситуация, которая нас возвращает на эти уровни. То есть мы начинаем. Ну, сейчас вот коронавирус, мы очень сильно беспокоимся по второму уровню. Ну, не все по-разному, конечно, так. Кто-то смелый, да, кто-то менее беспокойный, да. Но в целом страшновато там. Где-то за старшее поколение, где-то за детей, где-то за себя, может быть, любимых там и так далее, да. То есть есть эта проблема. То есть, по сути, мы за много лет отвыкли беспокоиться о каких-то вещах, связанных с элементарным выживанием. Ну, конечно, ну, я вот даже в своей, там, статье разной писал на тему, он сказал, что вообще вот уровень гигиены, он заполняется не компанией, а самим обществом он заполнен. То есть, ну, нам не приходится думать, что мы там голодать будем, да. Ну, у каждого свой взгляд там, да, там, кто-то без машины не может, ему кажется, это страшно, да. Но в целом уровень потребления достаточно высокий, и страхов там не так много. Но страхов выживания немного. Ну, да, да, да. И общество, на самом деле, это заполнило, да, если сравнить это, как это было даже, там, 20-30 лет назад, тем более 100 лет назад, да. То есть, ну, в принципе, уже общество и все это, ну, вот, пока в нашей стране, там, в развитых странах, да, то есть это все достаточно заполнено. А вот сейчас есть такая угроза, там, ну, вот, вирус, это прям пробой по безопасности вдруг неожиданно, да, мощно, да. И для нас это очень неожиданно, у нас привычки нет, да. Вот немножко привычку выработаем, не дай бог, что это придется делать, да. Ну, поживем в этой ситуации, там, год-два, и, как ни странно, пообвыкнем, и уже это не так будет все восприниматься, и станет это более-менее нормой. Ну, как вот в военное время, там, прочее. Вот, но есть, действительно, вот удар уже у кого-то, и в силу того, что мировой кризис, который сейчас не в фокусе внимания, он набирает большую силу, и мы понимаем, что это, вот, как бы, не явление, там, на месяц-два, на три, а, там, явно, намного дольше, хотя, там, мир стал более динамичным, вот, ну, такая вот, кризис точно будет не проще 2008 года, вот, и это сейчас вот немножко от коронавируса отойдем, все начнем вот за это беспокоиться, а это уже, может быть, удар по первому уровню. Я вот даже удивился, потому что в нашем IT-секторе, мне казалось, что вот эти вот увольнения, там, и прочее, то есть, это все-таки попозже, так сказать, наступит, да, а уже где-то начались какие-то такие явления, вот, странные. И люди, вот, например, признак, что они действительно пугаются, да, вот, к примеру, мы видим по своей компании, у нас там, кстати, невысокий уровень контекущего, там, ниже 20%, да, вот, но, тем не менее, люди периодически ищут какую-то работу, присматриваются, и вот на «Хэндхантере» какое-то количество вакансий все время крутится, мы за этим тоже как-то наблюдаем, потому что для нас это важно, там, и прочее. Так вот, за месяц упало в 2,5 раза. И я уверен, что это упало и для другого сектора. Я вам добавлю, что в многих других отраслях намного сильнее упало. Конечно, люди подцепились к компанию, то есть, они боятся сейчас, в этот период, то есть, надо выждать, да, посмотреть, да, то есть, вот такая ситуация. То есть, смотрите, у лидера компании сейчас возникает такая управленческая и, в какой-то мере, даже человеческая проблема. Возможно, в условиях падающей эффективности ему нужно сократить количество персонала. С другой стороны, он понимает, что все кризисы кончаются когда-то, и нужно там сохранить самых лучших или иметь возможность восстановиться. И как вообще все это сделать наиболее, ну, не знаю, безопасно, комфортно, я не знаю, для бизнеса, для людей? Ну, смотрите, вот у меня, у компании был кризис 2-3 года назад. Был кризис, да. Это был кризис локальный, он был внешними условиями продиктован, потому что смена технологий была, да, тех продуктов, которые, вот эта цифровая трансформация, да, то есть, это внешние условия. Но кризис, он был не глобальный, не мировой, там, не общей страны, там, не айтишный даже, да, а мой там внутренний. И вот мы тогда, допустим, увольняли людей. Вот мы там уволили 9% людей, 9% уволили сами на этом фоне, остальные остались, да, и была какая-то ситуация, мы как-то отыгрывали кризис. Это была одна ситуация, и я тоже расскажу, что что-то надо там было делать, да. Но сейчас принципиально другая ситуация, принципиально другая, да, что когда ты будешь увольнять людей, то, возможно, им не будет работы. То есть тогда ты понимал, что они так или иначе какую-то работу найдут. Ну, конечно, спрос там точно был выше. Если люди, ну, хоть более-менее, все-таки люди за себя тоже как-то должны отвечать, если они хоть как-то могут, вон, там, бесплатный онлайн-курс чего-то обучить, а еще у них крыжик стоит, что они работали в Диасофте, а Диасофт это бренд для финансового рынка, в котором очень нужно было айтишники. Ну, смогли в банк перейти. Да вообще, да, ну, в банк, даже в другие компании. То есть вообще выходцы из Диасофта, это прям такой, годик поработаешь, все, и у тебя сразу там увеличение зарплаты там прочее. А сейчас вопрос, никто же не набирает, это точно все остановили. Набор весь, все остановили. Кто-то, может быть, сейчас даже начнет увольнять. И ситуация кардинально меняется. И вот какое правильное поведение. То есть это, опять-таки, страхи на нижнем уровне пирамиды маслов. И правильное поведение, почему? Причем, сейчас, извините, перебью, вот прям мысль в голову пришла. Причем ты еще стоишь перед такой проблемой моральной, что, в принципе, в нормально действующей, эффективной компании все сотрудники хорошие. У тебя нет плохих. Ну, да. И тебе нужно просто чуть менее хороших уволить. Ну, да. У нас это более, ну, как в IT-секторе, потому что у нас сложные дела, там прочее, мы выстраиваем, вот помните, вы в прошлой передаче говорили, там, культура согласия. То есть это искренние человеческие отношения между менеджментом, то есть это не культура силы, да, а людьми, взаимное уважение, да, поддержка друг друга, да. И я ощущаю, тем более, что вот во время кризиса, эта поддержка от органов сотрудника, она возрастает, она не уменьшается, она возрастает. То есть они, может, где-то напуганы, эффективность будет ниже, но на самом деле, в том числе вот из-за этой ситуации, то есть люди-то готовы поддерживать и помогать там. Вот смотрите. И быстрее меняться там. Давайте сейчас остановимся. И вот прям ровно с этого места, во второй части, начнем говорить вот о чем. Как в условиях кризиса повысить, использовать, может быть, такое слово использовать кризис для того, чтобы повысить сплоченность, взаимопонимание, наоборот, добиться какой-то большей открытости, большей честности, что ли. И, может быть, это поможет действительно преодолеть, ну, с наименьшими потерями для всех участников. Дорогие друзья, рекламная пауза. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Продолжаем программу «Время талантов». Ведущий Василий Богданов, наш эксперт Александр Глазков, председатель совета директоров, управляющий директор компании «Диасофт» и еще раз здравствуйте, Александр. Продолжение следует. Вот смотрите, остановились на самом таком сложном и в то же время интересном моменте. Как в условиях падения, всеобщего падения эффективности, кризиса, снижения заказов и возможных необходимых увольнений, сокращения персонала, вот что делает лидеру конкретно? Смотрите, мы в одной лодке. Кризис до сих пор всегда заканчивался. Может быть, сейчас такой кризис будет, который никогда не закончится, но вряд ли же он же закончится. В принципе, это всегда какое-то ограниченное время. После этого будут подводиться итоги. И вот сейчас, с учетом того, что вот такая жесткая ситуация для людей, что люди, на самом деле, как руководитель на сотрудников, сотрудники на людей, они все смотрят. Вот я, с своей стороны, допустим, сказал, что люди стали более лояльны компании, то есть не стали размещать свои резюме. На самом деле, очень здорово реагируют на мои обращения, или моих коллег обращения, и готовы помогать и поддерживать. Потому что, как война, кризис, все сплачиваются. В этом смысле поддержка потрясающая. Кстати, от клиентов такая же. То есть, если клиент может, вот мы сейчас, если раньше мы могли бы обратиться и сказать, смотрите, сложное время, ты не мог бы нам акты подписать, там мы не до конца заделали, но под честное слово потом доделаем, ну, там в 10-20% случаев, почему нет, там и прочее. А сейчас вот мы где-то обращаемся, а больше 50% случаев, если могут, то они говорят, ну, конечно, мы вас поддержим, потому что это отношение, да, это вот отношение между нами и клиентами. Когда у них деньги начнут заканчиваться, они, конечно, тоже не будут поддерживать, да. Но в целом, это же партнерские, многолетние, это человеческие отношения, то есть они и там, они есть, и здесь, с сотрудниками они есть, да, поэтому с этой стороны очень хорошо. А теперь в обратную сторону, мы же говорим о лидере, да. А лидерство теперь, смотрите, людям страшно. Если их там уволить, то возможно, может быть, кстати, будет и не так, да, но у них будут сложности, вот, по первым вот этим уровням, то есть вот детей, не знаю, кормить это прямо страшно, да, что мы до голода дойдем, да, но почему нет, там в 90-х годах и это было, да, то есть мы это же проходили. И вот какое там правильное, неправильное, правильное поведение, тогда скажу, для будущего, для выживания компании. Она, конечно, может в любом случае, если деньги вот в туркомпании закончились, то она уже сейчас умерла, и уже будущего уже нет, да, то есть оно закончилось, да. Но если все-таки я верю, что мое будущее есть, то мне вот сейчас идет проверка того, насколько мы по-честному другую относимся, потому что когда кризиса не было, ну, мы говорили все какие-то слова, улыбались, то есть у нас взаимно выгодное, скорее, сотрудничество было, да. А сейчас мы вместе выживаем, мы как бы более семья, мы более, там, не знаю, первобытный трайп, да, там, или еще что-то, да, вот такая ситуация. И вот сейчас все проверяется, кто есть кто, кто что говорит, кто что делает, понимаете. И вот я как лидер, я понимаю, я от своих коллег, вот я говорю, мы всех отправляем, заботимся о людях, отправляем по максимуму, насколько можем, создаем, пытаясь не терять эффективности, отправляя их по домам, ну, потому что это нужно делать, да, вот. А с другой стороны, я говорю лидерам, ребят, а вам надо показывать пример. Я лично на работе стал проводить больше времени, а не меньше, да, и жду от своих вот ближайших коллег то же самое. Да, другое дело, что мы там какое-нибудь правление компании проводим в онлайн-конференции, сидя в своих кабинетах, да, но в кабинетах, да, они дома. Со всеми мерами безопасности, да. То есть показываем, демонстрируем поведение, что нам бизнес важен, он нас кормит, да, он нам дает возможность выживать в этой ситуации, да, то есть и мы готовы не мы сбежать, а работники пусть работают, как где-то происходит. Кое-где происходит. Не так много, слава богу, не больше, чем в половине случаев. Ну, в государстве частенько так происходит. Тоже не везде, кстати. Но происходит, кто-то там побежал, да. Вот. Ну, где-то и в больших бизнесах тоже это происходит, да. А здесь, ну, это неправильно. Почему? Ну, людям деваться некуда, если работа простая. Вот я в стройке вот у меня сейчас знакомый, да. Работа простая. Вот Путин сейчас отправил, он говорит, нет, будете работать. Вот. Да более того, напишите сейчас заявление об отпусках, то есть бесплатно будете работать, да, то есть вот еще отпуска, да. Но и при этом будете работать, да. А потому что выживание, да. Вот. Ну, это как бы сила, да. Вот потом, когда все закончится, люди побегут или останутся, да. Ну, потом же подводить итоги будут, да. А если ты заботишься о людях, если ты приходишь как лидер и говоришь, вот смотрите, ребята, вот такая ситуация, ты выскажешь свою честную позицию. Вот я, допустим, выступал перед своими сотрудниками. Для меня очень важно было донести до людей, ну, правду, да, в которую я верю, да. Потому что мы вместе в одной лодке. Это первое, да. Второе, ну, понятно, что я демонстрирую поведение, да. Третье, я готов заботиться, то есть вот, раз мы, вы сами же сказали, да, что вот у них вот эти страхи, да. Вот моя задача сейчас главная, если я хочу поднять эффективность, люди и так готовы попробовать снять эти страхи, насколько это возможно. Но не словами, типа, все будет хорошо, коронавирус, это, как некоторые делают, да. Он пройдет, и вообще это фейка, это политика, и все это, ну, может быть так, да. А может быть не так, да, я откуда это знаю, да. В этом смысле страхи же есть, а плюс страхи, видите, там, мировой кризис, кого-то увольнять начинают. Поэтому, ну, мне надо что-то, так сказать, предложить. Ну, по-честному, ну, правда, да. И я готов им предлагать, ну, по большому счету, фактически, хотя это так не грубо звучит, но я им говорю, ребят, я делаю мораторий на увольнение. Буду держаться настолько, насколько могу. Для меня очень сейчас важно стратегически, чтобы после кризиса, да, лояльность людей к моей компании выросла. Для меня это, на самом деле, одна из ключевых возможностей, да, потому что после кризиса начнется жизнь. И мы знаем, что любой кризис, это не только вот возможность умирать, и очень многие умирают, да, это точно идет перераспределение, идет рынок, идет взрыв. А так как моя компания, допустим, очень сильно зависит от людей, да, вот это мое искреннее, честное действиями, а не словами, да, отношение к людям, они все это увидят, все это чувствуют, я уверен. То есть мы проходили по опыту, там, и прочее, да. И у меня будет намного более выигрышная ситуация, когда начнется следующий рост, может, он у меня не остановится, я не знаю. Но даже, понимаете, вот мы в 98-м году, я не знаю, я привожу пример, но вот так вот испугались, так поделиться, а через полгода вообще все закончилось, и все поперло, да. Понимаете, а у меня текучесть упала ниже 10%, понимаете. А получается, что я людям, которые были самые крутые, я же им снизил зарплату, а мог сохранить, а вторую половину уволить, которые менее крутые. Понимаете, а получается, что я всем понизил зарплату, да, в том числе тем, кому мог платить, а они почему-то перестали у меня увольняться. Вот что это такое? Скажите, а какой, на ваш взгляд, может быть или должен быть уровень открытости вот в таких ситуациях между руководителями компаний и сотрудниками? Я поясню. Во многих компаниях многие данные, ну, скажем так, может быть там не запрещены, но они не являются открытыми. Финансовые показатели, выручка, затраты, фонд оплаты труда, зарплаты, ну, как бы разных людей. Вот когда происходит вот такой кризис, да, насколько можно сказать сотрудникам, смотрите, вот наша выручка, вот от клиентов, вот она так изменилась, вот наши затраты, они вот такие, вот наш фонд оплаты труда. Здесь же главная вещь не доказывать, а иметь конструктивное наморение. Вот если я уверен, что я говорю правду, ну, потому что я говорю правду, да, это моя правда, да, это, конечно, версия правды, но я в нее верю, да, это моя история, да, то мне верят там, с той стороны, мне не обязательно это доказывать, да, давать какую-то лишнюю информацию, которая не нужна, да, и наоборот, как раз вот это делают люди, которые начинают там больше открываться, и вот этот вопрос весь возникает, но возникает ситуация, когда ты на самом деле подвираешь, а тебе надо как-то это аргументировать, объяснять, и вот ты начинаешь вот это все, это все равно не проходит. В кризисной ситуации эмоциональный интеллект очень сильно возрастает у всех. То есть люди чувствуются, да. И у сотрудников, да, потому что все сфокусированы, да, вот на то, говорят правду, говорят неправду, да, то есть так пофигу, и поэтому фокусировки нет, и вот эта вот правда-неправда, она не играет такого большого значения, да, ну, потому что у людей больше свободы, меньше страхов, да, то есть, ну, в общем, какая-то разница, да, вот живем, работаем, все нормально, да, а здесь фокусировка происходит другая, поэтому здесь ключевая мысль – это говорить сутевые правильные вещи. Не обязательно детали, но ключевые смыслы должны быть правдными. Конечно, здесь же ключевые намерения, да, то есть мы выживаем вместе, мы так принимаем решения, мы заботимся о людях, снимаем их там страхи, то есть, ну, по-честному, по-честному, вот если по-честному, это прям ключевая вещь, да, то она работает. Хорошо, если подвести итог, вот все-таки, что самое важное, буквально два-три тезиса для руководителя знать, понимать, делать в ситуации, когда он сталкивается с двумя угрозами. Одна угроза внешняя – это падение рынков, падение спроса, и другая – внутренняя – это нарастающая тревожность сотрудников, да, падение мотивации, так сказать, нарушение бизнес-процессов. Вот в этих двух историях лидер должен и туда, и сюда, вот буквально самое главное. Первое – начинать бегать, как бы есть же две стратегии выживания, да, у нас же первобытная немножко история становится. Получается так. Да, да, ну, две стратегии выживания. Одна – это упасть, притвориться мертвым, если на тебя какой-то медведь лезет, да, а вторая – начинать бегать, да. Вот я уверен, что, конечно, выигрышная стратегия – это бегать, я сам начинаю бегать, мои коллеги начинают бегать. В принципе, через уровень сознания сотрудников мы тоже говорим, ребят, действуйте как мы, то есть надо активно. Тогда шансов намного больше, преодолеть эти трудности. Увеличивать количество отношений с клиентами, с сотрудниками. Да, ну, уменьшать эти проблемы, эту неэффективность или еще что-то. Ну, более серьезно к этому относиться. Это вот первое. Ну, естественно, это сделать осознанно, ну, вот это как бы первое. То есть, ну, просто начинать работать больше и показывать пример. Это очень. Вот с сотрудниками максимально действовать честно, открыто и в их интересах. То есть, даже вот как бы выравнивая ситуацию, вплоть до того, что кусок хлеба, и там, если масло там есть, то у всех он одинаковый. В данном случае не надо. У кого-то больше кусок мяса, на базовом уровне, да. В этом моменте не надо. Вот еще одна вещь, которая вот почему-то у нас в разговоре не затронулась, но она очень важна. Вот отношение именно к коронавирусу. Потому что я вижу, что есть разное поведение. Вот я убежден в следующем, что в этой ситуации лучше сделать больше, чем меньше. Потому что если это на самом деле не такая страшная история, то сделали мы больше, ну ничего, что это там, намного дороже, все нормально закончится. А вот если мы сделаем меньше, то это будет очень большая проблема. Ну, у кого-то для себя личное, где-то еще что-то там и прочее. То есть, вот сейчас вот в этих ситуациях мы должны себя вести, как ведет себя общество. Это раз. То есть, если вот писанные, не писанные правила. Вот Путин говорит, надо самоизоляции. Я не сомневаюсь. То есть, я своих людей в офис выгонять не буду. Я их попрошу там дома позаниматься обучением или еще что-то. Я буду делать как общество. Потому что потом, если будут проблемы, и кто-нибудь, не дай бог, там умрет или еще что-то, я не хочу даже сам перед собой и перед сотрудниками отвечать, почему у меня кто-то умер. Я могу думать, на самом деле, что это все перестраховка. Не надо здесь думать. Здесь надо делать так, как делает общество. И сделать больше. Это очень важно. А плюс, конечно, рациональное поведение никто не отменял. Если вы еще что-то готовы делать, у вас есть свои мысли, то можно добавить, это пожалуйста. И мы тоже со своей стороны что-то стараемся, что-то доделываем и так далее. Как-то перестраховываемся. Вот такие вот рекомендации в этих условиях. Пожелаем нашим телезрителям с честью пережить непростые времена, которые иногда случаются, и выйти, наоборот, обновленными, сильными. Мы всегда же переживали. Мы были 90-е годы. Это тоже закрылось. Потом будет что-то следующее. Это нормально. Это нормально. Надо учиться в этих условиях, радоваться жизни тоже. И находить всегда что-то позитивное. Находить какие-то плюсы позитивные. Конечно. Спасибо. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Время талантов». Наш собеседник Александр Глазков вел передачу Василия Богданова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин